МОСКОВСКО-НОВОГОРОДСКОЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ДВИЖЕНИЕ 15 век, Чернец, Захария. Вот здесь мы с вами видели исторический фон эпохи Ивана III. И сколько событий произошло. И это было время... Подумайте сами, такие великие события, как конец влияния греческой церкви, как конец татарского ига, как ожидание конца света, как присоединение Новгорода со словами «Вечевому колоколу не быть, посаднику не быть, а государство всё нам держать», сказал Иван III. Такая волнующая обстановка таких событий, конечно, породила очень многие мысли, особенно, когда ожидаешь конца света. Вот я прочитала уже, что все сомнятся, а вере пытают. И еретики столько престижа, яко не исчезти можно. Ну вот, это было время, век повышенного интереса к книгам Библии, особенно в последние десятилетия. Но это всё происходило на фоне всё того же невежества и малограмотности, что трудно было кого-то даже поставлять священнике. Я уже упоминала, что когда в Новгороде и Пскове завелась вот какая-то ересь, неповиновение, когда обвинение в трегольничестве было предъявлено, Чернецу Захарию, в Новгород был послан московский архиепископ Геннадий. Это Геннадий так описывает, жалуется он. Трудное своё положение. «Асё приведут ко мне мужика, а завелю ему апостол дати чести, а он не умеет, не ступите, и аз ему велю псалтырю дати, и он по нему едва бредёт, и я с его отреку, а они и звет творят. Земля, господиня, такова, не можем добыть, и кто грамоту разумеет». Поняли, что я почитала? По-старославянски. Ну, Геннадий, кого-то приведут, и он хочет поставить там диакона какого-нибудь, в помощь себе кого-нибудь. Ему дадут почитать, а он спотыкается, он не может. Даже псалтырь, который уже наизусть там многие знали, не может читать. А ему все говорят, господин, земля такова, мы не можем никого добыть. То есть это был фон малограмотности невежества. И поэтому, когда возникали движения книжных людей, которые умели Библию толковать, вокруг них, конечно, их все пытали о вере. Все спрашивали, а как это понимать, а как это понимать, а что нас ожидает? Эскатологические ожидания время от времени поражают нашу землю. В истории так несколько раз будет, что, ну, точное прямо предсказание, вот Христос когда придет. Вы знаете, что это, я думаю, от Бога, потому что в это время пробуждается вера, пробуждается ожидание, человек отвращается от повседневных дел, начинает думать о вечном. Понимаете, такая вот обстановка. Но это же обстановка для массы мнений. Ну, и вот подумать только, что со времен Ивана Третьего конец и татарам, и грекам на Руси. Концертиноболь больше не ставил никого. И трудная была борьба, трудность была теперь с внешним, с внутренним врагом. Это ереси. Новгород был город вольнодумный. влияние влияние даже на сноху Ивана Третьего. Жена его сына, Елена Волошанка, она тоже разделяла мнение вот этих новгородских эритиков. Ну, и еще эритики были грамотными, делали собственные переводы Псалтерии и других книг Ветхого Завета. Геннадий говорит, они псалмы испревращали. Понятно, испревращали, то есть они так перевели, что исказили их. Книги Библии стали предметом не только душеспасительного чтения, но и пристального разбора, ожесточенных споров. И повлекло за собою мысль о создании единого свода всех книг. Архиепископ Геннадий в Новгороде. Он явился туда как решительный, сильный, богатый, власть имеющий архиепископ. Но новгородские вольнодумцы не прознавали ставленника. Я уже говорила, Новгород был богаче, грамотнее Москвы, и ставленник этого архиепископа, которого поставила Москва, они признавали они. И чернец Захария вступил в споры с ним. За чернецом стоял Псков. Геннадий обозвал его стрегольником. И Захарий ярко защищался на соборе. Там будет собор в 87-м году. И вот тут их обозвал он в отчаянии, что он не может никак переспорить этого Захарию. Он его обвинил в жидовстве. Но мы уже почитали про это, что заодно ещё в богомильстве. Мы об этом тоже почитали. Вот понимаете, что когда эти обвинения читаете, чтобы вы сразу понимали, кто такие стрегольники, кто такие богомилы, и сразу отметали бы эти богомилы, которые требуют духовности, а не внешней обрядовости. Стрегольники, которые требуют добрых пастырей, и чтобы не было алтинств и стяжательства. Новгородцы некоторых пытали, они указали, что их ересь идёт из Москвы от Фёдора Курицына. Но вы знаете, Фёдор Курицын действительно был руководителем, почему эта ересь называется Московско-Новгородская. Если стрегольники, это только Новгород, то здесь Московско-Новгородская. Там, в Новгороде, это будет Захария, настоятель немцового монастыря, а в Москве это будет Фёдор Курицын. Это необыкновенная яркая личность с того времени. Он был диак Ивана Третьего. Иван Курицын был образованнейшим человеком со знанием европейских языков и диак не путать с диаконом. Это не духовная личность. Диак это, если перевести на наш язык, министр иностранных дел. То есть он ведал перепиской, ведал встречами с послами, был переводчиком этих послов. Понятно, да? И вот он был очень человек, любил книжное учение и имел своё мнение. Своё мнение он имел на уровне уже достижений того времени. Он говорил, что знание не может быть противоположной вере, что главный, единственный авторитет нашей веры – это Библия, которая является Божьим Словом. Только Библия. он выразил своё мнение все в очень коротеньком зашифрованном послании. Называется Лаодикийское послание. Лаодикийская ассоциация есть церкви такой холодной, где он основные положения выдвинул, что огромная важность веры, что душа человека начинается так. Душа самовластна. То есть у человека есть самовластна, есть воля свободная. Ограда ей этому самовластию вера. Вы понимаете мысль? Что душа со своим самовластьем она имеет свою ограду. Это ограда вера. ограда ей вера. И дальше он говорит, что может быть в фарисейство в вере, внешнее жительство он против этого выступает. И что знание это великое то, что Бог нам дал. Знание не противоречит Писанию. То есть мысли просветительские мысли вроде тех вот этого Туровского Климента Смолятича рациональные. Еще у него было убеждение о том, что вера может иметь ложные формы фарисейства, фарисейское жительство. значит может быть искажено. Ну вот такие вольнодумные о самовласти души, о правомерности рационального подхода к Библии, о возможности самому его изучать. Ну вот это и епископ Геннадий учинил собор в 1478 году, в 1887 году, и он цель этого собора ясно обозначил. Послушайте, как он обозначил. А вере никаких речей с ними не плодите. Токмот того для учините собор, что их казните, жести довешите. То есть собор как... А зачем для этого собора нужен был? осудить еретиков, которые были в Москве, были в Новгороде, спорили с архиепископом, показывали его невежество. Это вопрос власти. Кто тут хозяин? Не пикать. К тому же вот это вот возникло слово жидовство. Жидовское десятословие. потому потому что эти вот еретики так называемые, они очень горячо проведывали, что надо соблюдать заповеди Моисея. Не кради, не убивай, не блуди. И всё это было не в брухе, а в глаз против священства. То есть это было движение антиклерикальное. Это не было богословское даже течение. Антиклерикальное. Но так разумно они Библию толковали, что в московский кружок вокруг Курицына в этот московский кружок входил сам Иван Третий и его сноха Елена Волошанка и её сын Дмитрий. Вы понимаете как? То есть это очень влиятельные были люди. И поэтому долго тянули с этим собором всякие острочки были. Первый но Геннадий не зря побывал нахит. я рассказывала когда вам расправу с еретиками первые расправы когда и вот эти колпаки на них надели когда в Смоле вымазали задом наперёд с Танинским воинством опозвали поэтому он такой первый проб сделал потребуется в скором времени ещё один собор для борьбы с этими же жидовствующими но уже тут другая сила вступит выступит Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования от нас зависит будет ли христианское образование доступным поддержите наш проект молитвой и финансами о чём молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com мост 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok